Редакция Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова В этот раз вы покажете две постановки, расскажите какие. Рассказываю, мы привезли спектакль, который никогда никуда еще не возили, он называется «Умер шмомер, лишь бы был здоров». Это 250 еврейских, читайте в скобках, одесских анекдотов, которые я очень горжусь. Наш театр, театр мировых премьер, все что мы делаем, мы делаем в первый раз. И я горжусь тем, что многие пытались это сделать, у них не получалось. Ну вот теперь мы предъявим. Там нет ни одной строки, ни одного слова, кроме анекдота. Анекдот за анекдотом и идет драматический спектакль. То есть такая сугубо одесская тема получается. Конечно. Действие, естественно, происходит в Одесском дворе. Ну, дальше все увидим. Там замечательные артисты, там будет играть Елена Санаева, там будет играть наш народный артист Владимир Шульга. Там много, мы даже музыкантов своих привезли, которые играют клейзмическую музыку 17 века. Это еврейские анекдоты «Умер шмомер, лишь бы был здоров». Второй спектакль мы тоже впервые вывозим. Это практически одна из последних премьер театра. Это произведение, которому обращается весь мир уже много-много десятилетий, даже уже и столетий. Это писатель, который равно принадлежит и Украине, и России, и всему миру. Цемэкола Гоголь. И это «Шинель», та самая, из которой мы вышли, а я придумал спектакль, чтобы мы в нее еще и вошли. Там вот кто увидит, кто увидит, тот увидит. Это спектакль, который мы начинали репетировать с Альбертом Филозовым, выдающимся артистом, и он не дожил, он умер. И я решил выпускать спектакль, не назначая нового героя Башмачкина. А вот как бы все его сыграют, Башмачкина. Мало того, не столько сыграют, сколько споют. Там замечательная музыка Максима Дунаевского, нашего такого выдающегося композитора, который тоже с Одессой очень сильно связан, потому что это папа, это белая акация, это что тут рассказывать. И самое главное, там в главной роли, ну не в главной роли, там такое основное пребывание на сцене, это Дмитрий Харанько. Это тот самый Харанько-оркестр петербургский, который вот уже объездил мир и все такое. И мы будем петь Гоголя, петь, лед, танцевать на льду, кататься на льду, играть драматические сцены. Я очень жду, как этот спектакль будет и предъявлен в Одессе, и показан в Одессе, потому что нужно очень определенное пространство. В нашем театре пространство меняется всегда. И даже вот Пушкина, третий спектакль, мы не можем играть в русском театре. Это особый разговор. Я счастлив, что мы возвращаемся в русский театр, что первые гастроли, страшно сказать, почти 30 лет тому назад, первые гастроли, на которых Альберт Филозов, Любовь Полищук и Алексей Петренко играли отчет от Ива Фракии, они были в русском театре. Вот я тогда со сцены обратился к губернатору, который сидел в зале и рассказал ему, какой это великий город, и какой здесь должен быть прекрасный театр. Потом прошло 30 лет, сменилось 9 губернаторов. Я с каждым из них беседовал, каждому что-то рассказывал. И я, тем не менее, несчастлив, потому что это театр русский, это театр моего детства, это театр, где я смотрел на этих артистов и был ими потрясен, восхищен, и на Зайденбурга, и на Бугову, и на великого режиссера, выдающегося Владимира Владимировича Бортко. Для меня вот все совпадает, и 10-е гастроли, и 30 лет нашему театру. Да, вот кругом сплошные юбилеи. Да, а так все время получается. Жизнь, она сама себе все рифмует, она вся в стихах. А вы подводите какие-то итоги, или вы уже устали это делать за такую длительную карьеру? Я счастлив тем, что у меня нет времени подводить итог. Просто нет какие-то итоги, очень много работы. Мы сейчас возвращаемся в свое историческое здание в Москве, в знаменитый дом. Я очень надеюсь, что все это безумие, которое происходит между нашими странами, о котором говорить больно, оно пройдет, и наша культура глубокая, мощная, на которую мы не будем делить писателей, чей Гоголь или чей Пушкин. Вон он стоит на Приморском бульваре. Это наш с вами Пушкин, наш с вами Гоголь. И я уверен, что Одесса, я об этом бесконечно говорил и писал, вот Одесса – это действительно одна из величайших культурных столиц мира. И она еще и еще раз вернет себе этот статус. Я так понимаю, что вы довольно-таки часто бываете в Одессе. Но я помню, вы рассказывали, что были на гастролях, например, 5 лет назад и вернулись в этом году. Вот вы сейчас в Одессе той, которая была, или вы чувствуете, что что-то разительно изменилось? Нет. Это все рассказы. Вот все уехали, юмор не тот, люди не те. Все рассказы. Это такой город, который, вы знаете, ну, когда сюда в Воронцов выписал Пушкина из Кишинева, ну, тут вообще ничего еще не было. А Пушкин уже понимал, что вот это то самое место, которое, пусть простят меня, в Молдавии, не сравнить ни с Кишиневым, ни с чем. И вот это такое место и осталось. Бывает падение, бывает город вдруг опускается в какую-то глухую провинцию. Я прежде всего сужу по театрам, по культуре, по музыке, потому что это же великая музыка Одесская. Не может в этом городе быть один пианист, который вот ходит и рассказывает, что он единственный в мире. Это город, который, что тут от Столярского до Кейпица и всех остальных. Ну, что я буду говорить. Это город, который имеет право и остается всегда. Это где-то в глубине. Это очень трудно изжить. Но вы все равно говорили, что рано или поздно из Одессы нужно уехать. И нужно это сделать вовремя. Город со своими особенностями, да. Это такой дом, это такие мама с папой, которых нужно оставить, поехать, получить образование где-то там, а потом вернуться. И показать, ребята, я уже умею, смотрите как. Я еще спросила насчет Одессы, потому что сейчас бывают такие моменты, что парадоксально, что в нашем городе звучит антисемитская риторика. Да ладно, не может. Вы не слышали, да? Нет. Был такой случай в мае. Лидер правого сектора сказала... Знаете тут статуи или привести? Не знаю. Нет. Что Украина будет налажена украинцам, а на жидам. Ну, слушайте, идиотов, мерзавцев. Ну, в России, в Украине, в Германии, в Америке, ну, много же. Ну, что ж, мы гораздо больше... Все это не относится к Одессе, вы хотите сказать. Да ну что вы, ну, гораздо больше нормальных, трезвых, живых, ироничных людей. И в этом, поэтому Одесса живой город. Мало кто что сказал. Ну, нас пугали, вы не представляете, и в этом году пугали, и в прошлом году пугали, и в позапрошлом. Вот куда вас несет наш театр действительно, ну, мы... То, что тут будут какие-то провокации на этот счет? На счет всего. Вас будут бросать гранаты с дымом, там, с газом, будет это, будет это. Вы знаете, один замечательный человек, один из наших, там, продюсеров, который устраивал прошлогодние гастроли. Гениально, я это рассказываю, как байку. Мы сыграли уже Пушкиных всех, уже аншлаги, уже замечательный прием, все замечательно. А потом вот этот мой вечер в день рождения в Зеленом театре. Я ему говорю, он там один из устроителей вечера. Я говорю, слушайте, а вот все говорят, какой-то там правый сектор должен появиться, вот где-то что-то вот такое вот. И он так спокойно говорит. Я говорю, а здесь открытый вход, вот, вроде, может, даже билеты не продаем. Он говорит, слушайте, вы их приглашали? Я говорю, я даже не знаю, кто это. И мы их не приглашали. Что они просто так, им нужны или телекамеры, или что вам прилично заплатили. Просто так никто не приедет, да, якобы? Вот эта ирония, вот эта одесская ирония, которая в трагический момент спасает человека. И это счастье этого города, что можно посмеяться над собой, можно вообще свой поступок или свою жизнь рассмотреть все-таки иронично. И это счастье. Я счастлив, я горжусь, что я здесь родился, что я здесь бываю, что я здесь живу. Вы довольно-таки часто высказываетесь насчет таких острых социально-политических вопросов. Вы писали письмо в поддержку Пуссирает, вы говорили, что готовы отказаться... В поддержку Сенцова, в поддержку, ну, естественно. Готовы были отказаться от госнаград, если это как-то поможет Серебренникову. Я к тому, что сейчас таких в политическом поле событий много, которые влияют и на кино, и на театр. И вам удалось работать в разные эпохи. И вот вопрос, как вы оцениваете нынешнюю? Как в ней жить, работать, если сравнивать с предыдущими? Насколько она свободна? У одного поэта вот эти замечательные строки, вот, времена не выбирают, в них живут и умирают. Понимаете, если не жить, а ждать, когда эпоха изменится, то вот умрешь, ничего не изменится. Я считаю, что ты должен поступать так, как подсказывает тебе, ну, вот, твое воспитание, твое образование, твои мозги, твоя культура. Это справедливо, значит, нужно об этом говорить. Если ты понимаешь, что Сенцов осужден невинно, а я это понимаю, то я это говорю на всех московских телевизионных каналах, везде, где могу говорить. Если я понимаю, что, извините, я хотел сейчас приехать на своей машине московской, а мне сказали, нельзя, нужно оформить приглашение Министерства иностранных дел России, я считаю, что это чушь, бред. Я об этом говорю, это чушь и бред. Прекращение авиаперевозок между нашими странами. Вообще, разрыв любых связей между людьми – это безобразие, как с той стороны, так и с этой. А люди должны жить, как они считают, нужным и возможным по-человечески, а не политически. Да, вот вы говорили, что одна из ошибок украинского правительства – это нарушение авиасообщения и русский язык. Конечно. Да, Господи, вся эта беда, вся эта беда на Донбассе началась, ведь извините, на второй день после этого прекрасного Майдана, после революции достоинства, на второй, на третий день, он не будет там русского языка. Да вы что? Да пусть они на китайском языке говорят. Они живут в этой стране, они любят эту страну, они хотят… И началось, и началось. А теперь не отличишь бандита от нормального человека. Что делать? Давайте немного отойдем уже от этой социально-политической темы и вернемся к театру. Я знаю, что в рамках вашего нынешнего визита будет такое мероприятие – «Одесский календурь». Да. Экскурсии по Старой Одессе с вами, с актерами театра, расскажите. Да, да, да. Будет. Это 6-го в 7.40, как и должно быть в Одессе. Да, это замечательная затея. Мне вот предложили, я с удовольствием на нее откликнулся. И наши артисты. У нас ведь либо народные артисты, либо мои ученики. Такое разделение в театре. Поэтому главное – это попасть в этот жанр, попасть в эту атмосферу, попасть в эту игру. И я буду рад и счастлив, если мы пройдем по бульвару, обойдем Дюка, будем шутить по этому поводу. Это прекрасно, нормально, это замечательно. Испелин Ильич, время нашего эфира подходит к концу. Спасибо большое, что сегодня пришли в редакцию. Спасибо вам. Мы смогли поговорить не только о театре. Спасибо. Спасибо. Я очень жду ваших… Но у нас уже практически на анекдоты уже проданы билеты, на Пушкина почти проданы, на шинель меньше ее меньше знают. Это самый, я, кстати, хочу сказать, это самый стильный и вообще важный спектакль. Поэтому жду тех, кто еще к нам не дошел. Спасибо большое. Спасибо вам. Это была редакция. А в гости до нас завитал засновник и художник-керевник Московского театра «Школа современной пьесы» Йосип Райхельгаус. В студии была Вероника Никитина. До встречи. Продакция.